Итак, всем привет! Мы продолжаем цикл квантов в нашем проекте Олимпиадной школы «Грубый год». И сегодня мы поговорим о теории чисел, мы поговорим о простых числах, о делимости и рассмотрим несколько задач. Давайте начнем с чего-то простого. Например, давайте решим следующую задачу. Докажите, что любое простое число, большее 3, можно записать в одном из двух видов. Это либо 6n плюс 1, либо 6n минус 1, где n – это натуральное число. Смотрите, давайте попробуем взять какое-то любое простое число p и рассмотреть, а какие остатки может давать p при делении на 6. Почему на 6? Потому что сама задача своим условием нас подгоняет к тому, чтобы каким-то образом рассматривать число по модулю 6. Очевидно, в принципе, любое число дает остатки 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но мы понимаем, что если число простое, то 0 мы сразу вычеркиваем. А мы понимаем, что если число простое большее 3, оно нечетно. Если оно нечетно, оно не может давать остатки 2, 4. Оно не может давать остаток 3. Почему? Потому что если при делении на 6 число дает остаток 3, значит, оно представимо в каком-то виде 6k, например, плюс 3. Мы понимаем, что оно кратно 3. Значит, тройка тоже не может быть. И остается 1 и 5. Но, соответственно, остаток равный единице, это и есть представление числа в виде 6n плюс 1. А остаток равный пятерке, это не что иное, как 6n минус 1. Почему? Потому что если мы прибавим сюда, грубо говоря, 6, то мы получим 6n плюс 5, это то же самое. То есть запись вида 6n минус 1. Но в каком-то смысле эквивалент на записи вида 6, например, m плюс 5. Почему? Потому что мы все изменили на единичку nm. И получили, по сути, одно и то же выражение. Вот такой прием. Идем дальше. Рассмотрим вторую задачку. Найти все такие натуральные числа p, что p и 5p плюс 1 являются простыми. Задача несложная, если говорить о четности. Ведь мы понимаем, что если число p простое, то оно либо равно 2, либо нечетно. Если предположить, что p нечетно, то вопрос, а каким будет число 5p плюс 1? Ведь 5 на нечетное это нечетное. И плюс 1 это четное. А мы понимаем, что четное простое число быть может только лишь в случае, если оно равно 2. 5p плюс 1 при целых или натуральных p 2 равняться не может. Поэтому p не может быть нечетным. Значит, p четное. А значит, оно равно 2. И это единственный возможный вариант. Идем дальше. Следующая задача третья. Она в каком-то смысле является вспомогательной. Во многих случаях. Да, вот смотрите. Докажите, что n в кубе минус n кратно 24 при любом нечетном n. Решая такие задачи, надо пытаться, но каким-то образом преобразовывать наше выражение. И видно, что мы n можем вынести за скобки. В скобках останется n квадрат минус 1. Или также раскладывая на разность квадратов, понимаем, что это n минус 1. n помножить на n плюс 1. Здесь видим следующую штуку. n у нас нечетно. И мы, по сути, записали произведение трех последовательных чисел. n минус 1, n и n плюс 1. Если n нечетно, то n минус 1 и n плюс 1 являются четными. То есть это два, как говорят, соседних четных числа. Это значит, что при делении на 4, одно из них будет делиться на 4, другое нет. Это несложно проверить через остатки. То есть одно из них кратно 4, другое кратно только лишь 2. А что же можно сказать про n? Если n, в принципе, нечетно, даже не просто про n, а про 3 последовательных числа. Мы понимаем по принципу деревья, что из них хотя бы одно будет еще и на 3 делиться. В принципе, это может быть любой из них. То есть мы говорим, что среди этих чисел есть кратные 4, есть другое, которое кратно 2, есть третье, или одно из предыдущих, которое еще и 3 будет кратным. Перемножая их, мы получаем делимость на 24. Доказали. И идем к следующей задаче. Она состоит из двух частей. Одна попроще, другая посложнее. В задачке под буквой А нам нужно доказать, что если p простое число, то p квадрат минус 1 будет кратным 24. Ну и p больше 3, само собой. Сам по себе занимательный факт. Возьмите любое простое число, возветите в квадрат, уменьшите на единичку, удивительное дело, получите кратность 24. Простые числа и вообще теория чисел достаточно красивая наука. А давайте попробуем доказать под буквой А этот факт. Да, вот p квадрат минус 1. Очевидно, можем разложить, как разность квадратов. Так, сделали. Смотрим. p простое, p больше 3. Это значит, что p у нас является числом, во-первых, нечетным. Значит, p минус 1, p плюс 1. Четное. Два соседних четных числа мы сегодня уже встречали. Значит, одно из них кратное, 4, другое, только лишь 2. для 24 осталось нам делимость на 3 каким-то образом здесь проверить. А вот нам тогда понадобится в качестве вспомогательного само число p. Поставим его между этими двумя. Получим, как и в предыдущем случае, 3 последовательных числа. Мы понимаем, что среди них одно ровно будет делиться на 3. И это точно не p, потому что она простая. Значит, что либо p минус 1, либо p плюс 1 еще и на 3 делится. Ну, пожалуйста. Произведение трех чисел как раз 4 на 3, на 2, да и там 24. То есть наше произведение p квадрат минус 1, да, наше число при простом p больше 3 будет обязательно делиться на 24. А вот задачка под p менее тривиально. У нас дано p квадрат минус 1 квадрат. И известно, что q также простое число. И вот нам нужно доказать, что вот разность двух простых чисел, разность квадратов двух простых чисел больше 3 будет также кратна 24. Но давайте проанализируем. Также разложим на разность квадратов p минус q на p плюс q. Мы понимаем, что и p, и q у нас нечетны, оба. Значит, их разность и сумма будут четны. вот, нечетные минус нечетные, нечетные плюс нечетные, да, это два четных числа. Два четных числа. Теперь давайте подумаем, что у нас будет с делимостью на два. Ну, понятно, что раз они четные, то на два будет делиться. вопрос, что у нас с делимостью на 4 и на 3. Да, ведь для 24 еще необходимо доказать вот такие две вещи. Ну, давайте посмотрим на делимость на 4. Если посмотреть на часовую прямую, то вот эти два числа по минус q, и по плюс q, где-то здесь они отмечены, между ними будет разность в 2q. Мы понимаем, что так как q число простое, 2q будет не кратно, не не 4, не 3, 2q, не кратно 4, и не кратно 3. И здесь достаточно тривиально следующая мысль. Если между двумя числами расстояние не кратно какому-то числу, ну, например, 4, берем, то каждое из этих чисел при делении на 4 будет давать разные остатки. Мы понимаем, что число четное, четное число при делении на 4 могут давать остаток либо 0, либо 2. Так как эти остатки разные, значит, хотя бы одно из них будет кратно 4. А теперь посмотрим на тройку. Число четное, и при делении на 3 будет у нас остаток учетного числа, да, учетного числа при делении на 3. Что может быть? Ну, вообще любое число при делении на 3 дает 0, 1, 2, да, если мы возьмем какие-нибудь четные числа, ну, давайте проэкспериментируем, там, допустим, 6 кратно, да, 3, 8 при делении на 3 дает двойку, возможно, 10 при делении на 3 дает единицу, то есть, вот, такая идея здесь не подойдет. Давайте думать еще, да, давайте предположим, что и по минус q, и p плюс q на 3 не делится, но мы понимаем, что они будут давать разный остаток, да, они будут давать разный остаток, то есть, это либо единиц, либо двойка, так, то есть, одно число будет кратно единице, другое число будет кратно двойке, но что тогда можно сказать про, ну, например, сумму п, 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 она будет равна двум п, мы понимаем, что п на три не делится, и два п тоже на три не делится, но если одно из чисел, например, по минус к, при делении на три остаток один, а п, при делении на три остаток два, то тогда как раз вот эти остатки дополняют друг друга и получаем делимость на три, но мы видим, что два п на три не делится, это значит, что наше предположение о том, что ни п минус не п плюску на три не делится, было важно, значит, одно из них делится на три, и значит, как раз этого-то нам и не хватало, и мы получаем с одной стороны двойку, четверку и тройку, и получаем, что вот это произведение или разность квадратов по ику, где по икует простые числа больше трех, будет кратно двадцати четырем. Вот такие несколько интересных задач мы сегодня с вами рассмотрели, задачи для самостоятельного решения приведены у вас в файле, вам успехов в решении, а нас ждут еще в продолжении пара квантов, посвященных теории числам, ждите следующие выпуски, пока.